Валерий Бганба 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 учителей. Он читал лекции по различным вопросам предмета. На лекции присутствовал сын ученого Тенгиз Куправова, благодарил коллектив Абхазского государственного университета за организацию мероприятия, а присутствующих студентов за внимание. Историк – это, конечно, человек объективный. Вы являетесь работниками идеологического фронта. Это очень важно. Сегодня, конечно, ваши старшие преподаватели на этом фронте, когда-то и вам предстоит. Но чтобы достойно двигать науку и вообще историю, нужно быть очень образовабельным человеком. Философ и друг семьи Куправа Георгий Зильфов также решил посетить памятную встречу. Он даже озвучил стихотворное произведение, которое написал в тот самый момент, когда услышал о смерти Арвелода Ираставича. Тому, кто верит, я знаю в меч, что готовит. Многие ученые несправедливо обделяют вниманием советскую эпоху. Что касается Абхазии, то именно в этом периоде таится огромный пласт информации для потенциальных исследований. Он умер. И вы представляете, целое направление ушло. Пожалуйста, я хочу, чтобы кто-то из вас тоже занялся этим периодом. Потому что с ним ушло целое направление. И давайте как-то восстановим. До сих пор нет определенного понятия относительно того, что позволяет человеку достичь успеха на профессиональном поприще. Однако, рассматривая пример Арвелода Ираставича Куправа, нельзя не отметить, что здесь не на последнем месте стоит любовь к своему делу. Подтверждением этому служит и тот факт, что, будучи в возрасте без малого 95 лет, историк продолжал плодотворно работать. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В торгово-промышленной палате Абхазии состоялась встреча президента Таммила Мирцхулава с делегацией из Турции, возглавляемой Тахиром Узбен Лейпа, председателем клуба дружбы города Анкара. Платформа клубов дружбы Турции – это некоммерческая организация, членами которой являются чиновники и бизнесмены с кавказскими корнями, проживающие в Турции. В рамках встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития дружественных и торгово-экономических взаимоотношений между Абхазией и Турцией, а также возможность взаимовыгодного сотрудничества. 14 октября православные всего мира отмечают праздник Покрова Пресвятой Погородицы. В этот день верующие вспоминают чудесное явление Божьей Матери в Константинополе и спасение города в 90-м году. В честь великого праздника в Сухумском кафедральном соборе состоялась Божественная Литургия, на которой побывали и наши корреспонденты. Репортаж Алики Трапш. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы один из самых важных и почитаемых в христианстве. Его история берет начало с вторжения киевского князя Аскольда в Византию в 910 году. В те годы подобные набеги несли смерть и разрушение. Поэтому обреченные жители Константинополя стали молиться Богородице о защите и спасении. И чудо произошло. Согласно преданию, святому Андрею во Влахинском храме ночью было видение. Пресвятая Богородица, озаренная небесным светом и в окружении ангелов и святых, парила в воздухе. Она с остальными верующими молилась Господу и плакала, прося о защите для горожан. После молитвы Богородица сняла с головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, знаменуя этим подаваемую ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов. Субтитры создавал DimaTorzok Спасенный город уверовал в силу молитвы, а киевский князь со своим войском, шокированный происходящим, уверовал в Бога и принял христианство. Сам праздник символизирует защиту, которая дает искренняя молитва. Бог создавал нас для любви друг к другу, но необходимо послушание. Но вот это отсутствие от нашего послушания, оно приводит нас к всяким катаклизмам. И в это время Матерь Божия, она всегда ходатает роды человеческого, и мы обращаемся к ней, Причитая Богородица, спаси нас. И вот этот день, она во всех местах, все народы, все государства получали ее заступничество. А в нашей стране и наш народ, наше государство имело множество таких определенных случаев, когда Матерь Божия посещала нас. Это Питсунда, это Бзепта, это Анакопия. Богородица услышит всех тех, кто усердно молится ей, и она обязательно все передаст Сыну Своему, Господу нашему, Иисусу Христу. И ежегодно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные Абхазии и паломники идут в храмы на праздничные богослужения. Люди молятся Богородице о здравии и защите от невзгод. Поздравляю весь абхазский многонациональный народ с большим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. И желаю всем здоровья, благополучия, достатка и мира на нашей земле. Мы сюда приехали как паломники из Беларуси, издалека. И Матушка Божия нам очень помогла. Мы вообще, ну, немного нездоровы, трудно ходить. Совершили мы наше паломничество и в Каманы. Побыли и у Святого Симонова Канонита в Лыхнах, поэтому мы очень благодарны Божией Матери, Господу. Поэтому пришли сюда поблагодарить. Поздравляем с праздника. Всем здоровья душевного и телесного желаем. Все богородичные праздники мы обязательно ходим. И Благовещение, и Рождество Пресвятой Богородицы, и сейчас вот Покров. Как каждому православному хочется в первую очередь спасения души пожелать. Ведь, в принципе, в храм-то мы ходим для этого, для того, чтобы помочь душе своей спастись. Покров Пресвятой Богородицы является символом веры и защиты каждого просящего. Считается, что Дева Мария помогает избавиться страждущим от бед и разочарований, обрести веру в себя и Всевышнего. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В минувшие выходные делегация Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия во главе с заместителем министра Астамуром Барциц приняла участие в крупнейшем образовательно-туристическом фестивале «Локация Юг», который проходил в Краснодаре. Организаторами фестиваля являются Министерство образования, науки и молодежной политики и Министерство курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края. Кроме того, фестиваль прошел при поддержке депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Как рассказал нам Астамур Барциц, такой масштабный форум – это отличная возможность представить Абхазию как туристическую страну, перенять и поделиться опытом. По словам замминистра, фестиваль предложил участникам множество различных дискуссионных площадок. Основной упор был сделан на обсуждение вопросов, связанных с повышением квалификации людей, работающих в туристической сфере. Шестой международный арт-пленер «Краски осени Абхазии-2019» начнет свою работу 17 октября в Абхазском государственном университете. Откроет пленер научная конференция на тему «Современное искусство. Проблемы методологии». В рамках мероприятия участники посетят живописные места республики и постараются передать всю красоту природы Абхазии в своих работах. Итоги арт-пленера будут подведены на выставке, которая пройдет в Центральном выставочном зале Сухома 24 октября. Обо всем подробно расскажет Сария Кварцхелия. Международный арт-пленер «Краски осени Абхазии» проходит уже шестой год подряд. В этом году в нем примут участие более 17 профессиональных художников из России и Израиля, а также преподаватели и студенты отделения искусств Абхазского государственного университета и Сухумской художественной школы. Основной целью арт-пленера является поддержка и популяризация изобразительного искусства. И, конечно же, обмен опытом. С каждым годом границы проекта расширяются. К примеру, в этом году заявки на участие поступили даже из Новой Зеландии, Нидерландов и Таиланда. Учредители организации этого арт-пленера являются Международное объединение художников «Арт». В эту организацию уже вошли наши коллеги и друзья из Российской Федерации. Уже организация составляет более 60 человек, а из них более 20 человек это наши зарубежные гости. Но среди них имя известного академика Академии художеств Российской Федерации, народный художник Северной Осетии, Алания, это Бедоев Шалва Евгеньевич. Для нас это гордость. Также в эту организацию входит почетный профессор уже Абхазского государственного университета, профессор Чебоксарского университета, Данилов Анатолий Васильевич. И многие-многие наши коллеги из Новосибирска, Перми, Барнаула, Санкт-Петербурга, география Чешуока. Программа Пленера не будет отличаться от предыдущих. Его важная составляющая научная конференция, на которой будут представлены и обсуждены доклады на различные темы. На следующий день участники Пленера посетят Новый Афон, а затем Ирисинский национальный парк. Планируется и выезд в Восточную Абхазию. Восточную Абхазию мы осваиваем. Один выезд будет в Мокске храм 10 века. Это очень интересное место. Мы впервые в этом году посещаем. В прошлом году мы были в Бедийском храме. Это было зрелищно для гостей особенно и для наших студентов. Итоговая выставка работ, которые будут выполнены в рамках шестого международного арт-пленера «Краски осени Абхазии-2019» пройдет в центральном выставочном зале «Сухома». Каждый участник оставляет по две работы. И это очень для нас такая поддержка, потому что мы собираем коллекцию, хорошую коллекцию мы уже набрали. И из этой коллекции мы часть отдаем картиной галереи Абхазии. Ну, работ 10 мы уже передали. Я думаю, мы еще наберем. Так что эта коллекция будет бесценной. Впереди у участников проекта много интересного и познавательного. Их ждут экскурсии по живописным местам Абхазии, мастер-классы от именитых художников и, конечно же, новые работы. Сария Гварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Впервые воспитанники детской студии русского театра драмы имени Фазилия Искандера представили на суд зрителей спектакль «Муха-Цокотуха» по мотивам сказки Корнея Чуковского. По словам режиссера-постановщика Джамбула Жардания, в детской театральной студии 17 детей. Юные артисты занимаются уже более 8 месяцев по 3 раза в неделю по 6 дисциплинам. Актерское мастерство, сценическая речь, пластика. Если раньше студия проводила только закрытые показы для родителей и родных, то на сей раз было решено показать широкому кругу зрителей, чему научили здесь детей. На самом деле это простая история, всем известная, просто в нашей интерпретации это такая детская история, где дружба все-таки важнее, чем маленький эгоизм, чем пренебрежение. Мы вот эту часть, наверное, попытались выявить в этом произведении. Комарик изгоя превращается в героя. Вот такая маленькая история в детской получилась такая шоу-драма, наверное, кто как называет. На самом деле это просто веселый детский спектакль, красивый, на наш взгляд. В Сухоми завершился международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов в Кубок Победы. Всего в соревнованиях принимали участие шесть команды из Абхазии, Дагестана, Чечни, Узбекистана, Барнаула и Кемерова. Первое место заняла команда из Узбекистана, второе место у команды Абхазии, третье у Дагестана. Лучшим вратарем турнира признан Исмаил Марцханов из Чечни, защитником Умид Сержеддинов из Узбекистана. Нападающим дагестанский футболист Марат Старчак. Лучшими игроками также признаны Денис Макейкин из Барнаула, Роман Матиашов из Абхазии, Константин Остапенко из Кемерова, Джамиль Шукуров из Узбекистана и Альдибир Расулов из Дагестана. Абхазский теннисист Ален Авицба участвует в 30-м юбилейном международном теннисном турнире ВТБ Кубок Кремля, который проходит в Ледовом дворце Крылатское с 12 по 20 октября. Сообщает Государственный комитет по физической культуре и спорту Абхазии. Ален Авицба встретится с теннисистом Алибеком Качмазовым во вторник 15 октября. Победитель в этой паре выйдет на аккорд с Данилом Медведевым, который 13 октября стал победителем турнира серии Мастерс в Шанхае. А сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем плюс 20-25. Температура морской воды плюс 21 градус. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова